всем привет дорогие друзья с вами алексоник и я вам расскажу вам свой топ в соло шедем по 25 рангу то есть какие перцы сейчас легко апнуть на 25 ранг значит я ввел свой топ это шели шели во первых ее очень легко апнуть на 25 ранг благодаря ее ульте и второму гаджет потому что теперь шелли играется и на открытых картах и еще я вставил ее в этот топ потому что она контритка вот этих вот эдгаров мортисов блогу таких вот персонажей а что нам что делать на закрытых картах это надо конечно побыстрее набить ульту и разбить себе какую-нибудь площадь чтобы вам было легче уже играть от каких-то метателей и если вы увидите на картах рядом с метателями много танков конечно не стоит ее сразу применять чтобы расчистить себе местность а сохранить ее для танков потому что танки пострашнее будут а ульта все решает которая уничтожает все и вся и поэтому я ее поставил в этот топ потому что и легко апнуть 25 ранг ну и переходим мы к следующему персонажу а следующий персонаж у нас ли он конечно это персонаж не у всех есть благодаря своей редкости а редкость у него легендарная не как у шели просто она дается в начале а его еще надо выбить он очень метовый для соло шеде который может разносить все и вся главное на закрытых картах просто набить ульту и просто уничтожать метателей а на открытых картах мы играемся по-другому надо правильно мансить отдальников и правильно атаковать поставил я еще в его в этот топ потому что он может играть почти на всех картах в соло шеде ну а на средних картах вот средней дистанции он заходит лучше всего потому что там есть и метателей и танки и почти все перцы это просто универсальный персонаж и у него есть очень хорошая пассивка которая хилит его 1000 здоровья в секунду если вы например зарубить делитесь каким-то танком у вас осталось мало хп и вас начинает крысить брок вы просто ульта нити да и просто вы можете даже его и забрать в принципе ну и переходим к следующему бойцу а следующий боец так это брок вы на нем наверно сто процентов можете апнуть 25 ранг имея главное это гаджет ну конечно хотелось бы чтобы у вас был фуловый брок а просто с гаджетом не очень все равно легко выигрывать игры в соло шеде ну а если у вас конечно фуловый брок конечно надо иметь пассивку на огонь и обязательно гаджет на прыжок потому что этот гаджет почти самый метовый в игре это почти самый универсальный гаджет в игре потому что ты можешь так и уходить каких-нибудь булов эдгаров мортисов которые тебя зажимают так их отталкивать так и мансить от каких-нибудь дальников применяя этот гаджет 2 в также у брока есть две вариации игры либо вы тимитесь либо вы не тимитесь если вы тимитесь вы тимитесь такими же броками с какими будь далеками и вы носите просто всех а конечно если вы конечно очень скилловый очень хорошо попадаете за брока то можно и выносить всех подряд но следующий персонаж так это эдгар это очень метовый очень сильный и очень бесячий персонаж его очень много используют в соло шеде потому что но от реально вот персонаж сильный во первых у него набивается сама ульта потом офигенный гаджет на щит который просто может перевернуть все вот например вы идете рубитесь танком он ведь что у вас мало хп идет вас добивать а вы применяете гаджеты просто его убиваете он в шоке и не понимает и просто забывает что у вас есть такой гаджет офигенный вот один из плюсов эдгара ну и конечно минус он не играет на всех картах вот например на открытых ему очень будет тяжело играть его просто будет душить и просто жать на дистанции ему даже прыжок ничего даже и не поможет вот и ну и есть конечно контр пики эдгару это например булл шейли которые я говорил которые просто выносят его за на раз-два но если вы будете рассчитывать свои силы когда надо прыгать когда не надо прыгать то есть правильно распределяться не жадничать то вы будете стабильно занимать первые вторые третьи места ну а следующий персонаж это вольт который остается почти постоянно в мете у него превосходный гаджет превосходная ульта которая может может разносить даже перекачанных людей у которого побольше банок просто своим пониманием я например и на закрытых и на открытых картах постоянно вижу вольтов как они просто разносят всех и вся тимится максимум с одним челом могут вообще не тимится просто разносят всех это неспроста потому что персонажа реальность сильные может и контрит почти большинство персонажей в brawl stars потому что он может играть так и против дальников так и против танков просто они даже близко подойти к нему не сможет во первых у него есть хорошая ульта которая отбрасывает и может уйти благодаря гаджету ну конечно без гаджета и без пассивки очень сложно играть каких они вас будут напрягать всякие танки и леоны мортис и булы поэтому лучше играть с гаджетом у него очень плохие старки вообще вторая не юзается потому что это старк вообще не для шел соло шедей ну только первую берут потому что вторая вообще типа она никак не действует для соло шедей так что берите вольта на закрытые полузакрытые карты спокойно вырезайте метателей фармите на них банки и все равно надо держать один гаджет хотя бы при себе что если вдруг что если кто-то выпрыгнет из кустов еще как-то ли он может из инвиза выйдет вы спокойно примите гаджет и уйдете от него надеюсь вам понравился мой топ конечно же напишите комментарий с чем вы не согласны конечно я вас выслушаю или какого-то персонажа еще добавить ну и над этим видеоролик подошел концу спасибо что смотрели с вами был алексоник всем удачи всем пока